Вы откуда и как вас зовут? Из России, Александр, я у вас уже был на эфире. Город? Я не помню вас. Город Чита. А кто у вас там разговаривает? Ребенок? А вы не вспомните, у меня ребенок разговаривает. Ну я не к тому, что я против детей, просто мешает звук, background. Нет, 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 я вышел на улицу. Это ваша сестра? Нет, это мой ребенок. Ой, серьезно? Вы уже папа? Поздравляю. Да. А сколько вам лет? Спасибо. Вы молодой папа? 32. А, у вас голос очень молодой. Очень молодой, ну понятно. Значит, вы не молодой папа, вы уже хороших лет папа, ну то есть все хорошо. Старый папа уже хоронить пора. Не, ну не надо себя хоронить. Вы же дома сидите, у вас дочка. Почему? Вам нужно, наверное, детей еще дальше делать. Вы же хотите много иметь детей, нет? Большую семью иметь. Ну, у меня двое сыновей. Как бы, дочь пока в планах. Вот, видите, я в своих эфирах призываю россиян заниматься своей семьей и, как бы, жену не оставлять одну. Вот это я прошу, вот, как всех россиян делать. Да вот так. Я ее не оставлял, я ее наоборот забрал. Свою жену откуда вы забрали? Я с Донецка в четырнадцатом году еще. А как вы там встретили? Ищи ты. Прикольно. Меня? Ну, ездил добровольцем туда по защиту российских. Хорошо. А чем вы сейчас... Подождите, вы приехали в каком месяце? В четырнадцатом году? В четырнадцатом году, получается, в октябре. А, с Гиркиным и Мельчаковым знакомы? Видел так, издалека. То есть вы с российским гражданством, Гиркин с российским гражданством, да? С российской техникой. Вы зашли, провели... С российской техникой приехал. Да. Провели фейковый референдум, отжали землю, забрали женщину из Украины. И считаете себя охуительным, да? Вы же понимаете, что в Донецке было очень хорошо, много было денег. Приходил зарубежный бизнес в Донецке, да был процветающий край. Сейчас посмотрите, что с ним стало. Это вы раковая опухоль... Вы принесли рак в Украину. Вы вирус. Ну, нельзя ответить. Нет, нельзя ответить. Вот сейчас в Курской области находятся украинские войска. Они же не проводят референдум. А представьте, что они бы сделают то же самое. А они не пройдут нам речь. Нет, а представьте. Просто представьте. Просто представьте. Ну, просто представьте. А что представляете? Нет, подождите, Александр, просто представьте. Вы когда к зеркалу подходите, вы же видите свое отражение? Видите, да? Ну, представьте же су... Что группировка в действующих войск. Александр, подождите. Вы не бухтите у меня в эфире, пожалуйста. Пожалуйста. У меня кнопка «экзит» работает очень быстро. Слушайте, представьте, вот вы себя видите в зеркале. Вы свои действия видите в зеркале в Курской области. Вам это понравилось бы? То же самое приходит в Украине, забирает россияночку. И с ней делают двух мальчиков и одну девочку в планах. Вам понравилось бы? Референдум. Восемь лет бомбили Курскую область. Ну, Путин же будет бомбить Курскую область. То же самое. Вы хотите то же самое? Такого же счастья для суджи? Такого же счастья для суджи? Ну, наверное, нет. Потому что этого и не будет. Спасибо. Нет, послушайте. Послушай меня. Я не говорю, что будет-не будет. Так? Мы с вами не предвиться. Ну, спасибо за честный ответ. Вы счастье в Донецк не принесли. Счастье было в Донецке до вас. Как и... Стоп. Так и в суджи счастье было до 22-го года. До войны было счастье. А после войны начались бедствия. Дома пропадают. Путин сказал, что он даст 150 тысяч тем людям, у которых разрушены дома. Как можно 150 тысяч купить дом? Где вообще? В каком селе на России можно купить хороший дом за 150? Плюс то, что там в доме находится мебель, компьютер стоял, машина, гараж. Сад, все эти, все высадки. 150 тысяч рублей. Что такое? Что у вас 150 тысяч рублей равно 150 тысяч долларов? Нет. Это соплятно. В 14-м году были такие цены. Я еще раз говорю. Вы же понимаете, что вы мудак. Вы мудак. Вы принесли горе этой женщине. Семье этой женщины. Вашей жене. Вы принесли горе. Вы что, не понимаете этого? Ничего. Они все счастливы. Всех перевез в жену. Хорошо. Значит, вы... Я не знаю, вы можете как-нибудь подача голоса отодвинуться? Потому что он как бы очень громкий голос в эфире. Я не хочу пользоваться кнопочкой сделать тише, потому что у вас микрофон намного громче остальных. Послушайте, вы сказали, что вы не хотите сделать то же самое в судже. Так вот, как в зеркало вы себе видите, вы не хотите, чтобы украинцы вас прозеркарили. Правильно? Потому что, ну, Донецк с суджами даже не сравнили. Я никогда слова суджи не слышала в своей жизни. Я его три дня заучила. Суджи и суджа. А Донецк я слышала. Донецк процветал. Туда прилетали американские звезды на концерт. Как это называется? Донецкая арена или Донбасская арена. Арена – это то место, где выступали люди. В суджи никто не прилетал. Ни одна американская нога туда не ступала. Но, тем не менее, даже для суджи вы не хотите перенести военные действия. Потому что военные что? Действия равно плохо. Правильно? Вы забрали украинку к себе домой. Вы вот в эту украинку впихнули семя свое, которое, ну, явно плохое семя. Вы же приехали с войной. Ваши семьи нельзя впускать в женщину. Понимаете? Вы должны мебель трахать, чтобы из этой мебели не вышли маленькие россияне. Понимаете? Вы сами скажете, что то, что вы сделаете в Донецке, это плохо для России. Так и для всех плохо. Для Чечни тоже плохо. И для Грузии плохо. Вы в Чечне, в Афганистане, вы везде делаете плохо. Поэтому я говорю, вы должны сидеть дома, поднимать экономику, там, не знаю, рожать детей. Со своими россиянками из Читы. Что, в Чите было мало красивых женщин? Нужно было поехать спереть чужую? Мне она понравилась, она не чужая, она свободна была. Так что, не вам же судить правильно. Девушку. Нет, я не тоже сужу. Я все лежу, я закончила. Это блядина тупоревая. Я понимаю, что у вас закончили аргументы. Ты тупой мразь, ты аж плава связать не можешь, блядь. Вот и все. Понятно. Приходят люди, знаете, по сотнями, сотнями, тысячами, миллионами просмотрами, да, и смотреть такой тупой мразь. Я сомневаюсь, что мрази смотрят миллионы. Послушайте, а как вас звали, Дмитрий, что ли? Ну, неважно, вы меня слышите. Вы сказали, у меня на эфире записан ваш голос, что вы бы, конечно, не желали такого суджа. Получается, вы бы не желали, чтобы украинский висковый влюбился в какую-то женщину из Курской области и впихнул в нее своих украинских маленьких хлопчиков и девчат. Правильно? Ну, вы же такой. Я у вас спросила в начале эфира. Если вы видите себя в зеркало, вы можете прозеркалить ваши действия в Украине, чтобы украинцы сделали то же самое в судже? Вы сказали, нет. Получается, вы сказали, что это плохо. Вы сами себе подписали приговор, что вы плохой, что от вас рожать нельзя. Вы бы не хотели, чтобы точно так же курянку увезли туда и сделали с ней то же самое, что вы делаете с своей хорошей женщиной. Вы плохой человек. Вы плохой человек. Вы не хотите, чтобы ваши действия повторялись. Вот и все.